Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы вместе с вами сделаем вот такой вот макияж, очень легкий в исполнении, но интересный, мне кажется, на вечер можно его использовать, с интересным акцентом под глазами. Если вам интересно увидеть какие-то мои новые новинки, а также увидеть, как же все-таки я сделала такой макияж, оставайтесь со мной, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать мои следующие видео, и поехали! Итак, давайте приступать к нанесению макияжа. Я, в принципе, уже нанесла на свое лицо тональную основу от Dermacol, я сейчас тестирую, она отвратительная, я думаю, что вы со мной согласитесь, что это смотрится вообще некрасиво, но мне очень интересно, как она дальше себя поведет в течение дня, и как на нее будет ложиться макияж, пудра и так далее. Далее я использовала 200, сейчас вам скажу точно какой оттенок, 207, он с розоватым потоном, на камеру он вообще выбеливается, абсолютно не мой оттенок, но все же. Далее я буду наносить вот такой вот консилер под глаза от Maybelline, это моя, можно сказать, новинка, уже давнишняя, уже месяц назад я получила и всего несколько раз использовала. Это Super Stay Full Coverage Under Eye Concealer, очень популярный на данный момент, у меня те на Clyde 15, выглядит стандартно такой тюб с кистью плоской. Это такой желтенький, слегка с персиковым подтоном консилер, можете видеть, очень такая плотная, хорошая текстура, хорошо держится в течение дня, действительно хорошо перекрывает синячки под глазами, и даже когда у меня очень-очень все плохо, то есть я не выспалась и так далее, то этот консилер хорошо смотрится под глазами и помогает освежить как-то взгляд. Можно даже его, знаете, как корректор синяков наносить, а затем сверху, например, какой-то подсвечивающий консилер нанести более легкой текстуры, и получится очень красивый такой эффект. Но это уже на темно-вечерний, наверное, макияж, потому что на дневной хочется чего-то просто легкого-легкого. Так, вот, как видите, он хорошо ложится, носится в течение дня, он сейчас, наверное, не очень сильно подходит под основной оттенок моей тональной сон, потому что она гораздо светлее, но я думаю, что со временем немножко она сгладится. Камуфляж мне сегодня не нужен, потому что эта тональная основа просто все перекрыла, все мои покраснения и высыпания, пуст акне. Я сейчас хочу увлажнить губы, очень посохли на последнее время губы, сохнут, прям лопается, ужас какой-то. Carmex один из моих самых любимых бальзамов для губ, еще на втором месте у меня стоит BB, и также мне очень нравится Blistex, это кому интересно. В качестве пудры я сегодня хочу использовать новинку, которую мне подарила муж на Рождество, это Dior. Диор Skin Mineral Nude Matte в оттенке 02, очень красивая упаковка, единственный минус, здесь нет пуховки, есть зеркало, есть ограничительные, но нет пуховки. Быстро стерлись буковки, просто моментально, очень-очень быстро, и оттенок мне, кстати, очень хорошо подошел. Ну, второй, он такой с желтоватым пацаном, хорошо фиксирует макияж, вглаживает, матирует, но оставляет при этом легкость и сияние на коже. И держит в течение дня тоже очень хорошо. В качестве хайлайтера и также бронзера, скульптора я буду использовать Too Faced, это два вот таких средства из палеточки, которые я вам показала в своих подарках на Новый год. Здесь у нас знаменитый Chocolate Soleil Bronzer и Angel Wings Highlighter. Бронзер мне безумно нравится, он хорошо пигментирован, хорошо наносится, очень красиво лежит, пахнет приятно. Он матовый и имеет правильный такой красивый оттенок, который идеально мне просто подходит. Первое время надо к нему привыкнуть, потому что он очень пигментирован, и поэтому надо с ним быть аккуратным, чтобы не наставить пятен, особенно если вы светленькая. А дальше я буду наносить хайлайтер. Хайлайтер очень легенький, прям такой, знаете, легкое-легкое приятное сияние дает, красивая блестка, красивый оттенок. Это что-то между жемчугом и бронзой, то есть это такой золотистый, видите, красиво как лежит. Все отливает, на солнышке красиво переливается, но он не будет слишком ярким, он не будет прожектором на вашей коже, то есть он будет давать прям такое красивое повседневное свечение. Если я чего-то хочу побольше, я обращаюсь к Бекке, потому что она действительно прям такая ух, дает, даже тот же The Balm Mary Lou дает гораздо больше яркости и свечения, чем вот этот бронзер. Поэтому вот этот, я считаю, что он для повседневной, повседневной, повседневной носки просто идеальный. Вот он прям то, что мне необходимо, и я сейчас им постоянно пользуюсь, и уже можно видеть, как я его так добренько затерла. В качестве румяна использую тот же набор Too Faced, Let It Snow Girl, и здесь у меня вот в палетке 4 оттенка, и я хочу попробовать этот Christmas Dream. Я еще его ни разу не наносила, сегодня буду наносить впервые вместе с вами, буду использовать такую кисть от Essence, которая мне безумно нравится, я все ее ищу, потому что вы где-то ее приобрести, потому что она идеальная для румян. Как оказалось мне, она просто вот самое то, что необходимо, подходит. Очень красивый, освежающий оттенок, немного ярковато, но если что, растушиваем после нанесения тени, потому что надо всегда смотреть, насколько ярко нанесены все другие средства после того, как вы сделали глаза. Потому что бывает, кажется, когда у вас глаза бледные, да, вы еще их не делали, кажется, в бух, какие здесь пятна она делала, а потом она чуть-чуть впиталась. Почему я всегда перед тем, как делаю брови, глаза и так далее, я наношу коррекцию скульптор, чтобы вот это вот все подвпиталось, и затем, если что, можно было добавить или убрать. Я хочу сегодня сделать брови карандашом от Essence, это Eyebrow Designer, у меня в оттенке 12 Hazel Nude Brown, это прям такой очень красивый, немножко с холодом, где-то с холодным таким подтоном оттенок карандаша. И знаете, что мне больше всего нравится, что он действительно вот в меру мягкий, в меру и хорошо прорисовывает, и это не какой-то рыжий или серый оттенок, это прям, на мой взгляд, мне идеально подходящий. Да, немножко темнее, чем я обычно использую помадки для бровей, там еще что-то, но вот это мне очень нравится. Мне с ним комфортно и работать, и оттенок мне тоже очень нравится. Казалось бы, да, такой темный сам по себе футляр у нас, но у меня в карандаше, но оттенок гораздо светлее. Я очень удивилась, когда протестировала тестер возле стенда, и мне показалось, что он мне хорошо подойдет, и я не прогадала. Я практически сегодня без фанатизма не делаю каких-то ровных бровей, в последнее время я как-то отхожу вот от этих вот ровных бровей, только когда использую помадку, потому что там по-другому никак, мне хочется там прям красивых ровных бровей. Когда я использую карандашом, я делаю натуральные брови, оставляю свою натуральную форму, да, она кривая, да, у меня совершенно разные брови, но это мои брови, и я их уже научилась практически любить такими, какие они есть, то есть, ну, такие какие-то странные, немножко полукруглые, немножко где-то кривоватые, и на разном уровне. У меня уже практически отросли волоски, которые мне когда-то много лет пересчипали, и все они у меня не росли, что я только не использовала, и наконец-то у меня в тех местах начали пробиваться волосинки, и я надеюсь, что скоро вот это все пространство заполнится, и я просто буду, знаете, так их причесывать гелем, и все. Раньше у меня были красивые густые брови в подростковом возрасте, но вот отдалась не очень хорошему мастеру, и мне, конечно же, их испортили. Сегодня я прям практически total все Too Faced, в последнее время я очень много всего закупила от этой марки, осталось, наверное, только купить какую-то помаду или блеск, и взять что-то для бровей, например, и тональную основу, и я смогу вам даже заснять видео полностью с макияжем Too Faced, и я думаю, что с этим я и займусь в следующее время. Сейчас буду использовать базу под тени. Это их знаменитая вот эта вот Shadow Insurance база. У меня миниатюрка, мне кажется, ей надолго хватит, потому что у меня такой запас баз, что пока они не испортились, я их не успею использовать, тем более, что сейчас я в основном использую только вот эту Too Faced, потому что она действительно классная, она хорошо выравнивает века, припечатывает тени, и вообще смотрится очень-очень красиво, на ней тени хорошо и тушуются, и все-все-все, вот какой все манипуляции происходит гораздо-гораздо лучше. Так, в качестве теней я хочу сегодня вам продемонстрировать две палетки, которые у меня появились за последнее время, я вам о них рассказывала в своем влоге, опять же, третья часть от той палетки Lighted Snow Too Faced, есть шикарные оттенки, которые я просто обожаю, с удовольствием сейчас используюсь, и также я хочу вам продемонстрировать, я сейчас, кстати, этой палеткой, вот этой крупкой Too Faced, с удовольствием пользуюсь, и она мне очень нравится, потому что там есть, знаете, такие оттенки, которыми можно сделать просто такой легкий, освежающий дневной макияж, и это будет смотреться очень-очень красиво. Можно сделать какой-то даже невестный макияж, то есть макияж невесты просто бомбезный можно сделать, и, конечно же, более яркий за счет вот тех ярких оттенков. Также сегодня хочу вам продемонстрировать вот такую вот палеточку от Douglas, давайте вот так я покажу, от Douglas от The Pretty Eyes, здесь шесть вот таких вот оттеночков, и давайте мы, наверное, с нее и начнем, потому что я хочу вот этот джентл, я хочу им растушевать веком, складку века, чтобы последующий коричневый оттенок смотрелся еще более нежно. Это прям практически чуть темнее оттенка моего кожи, немножко с персиковым. Если делать какой-то дневной макияж, не делая какой-то макияж глаз, то можно использовать этот оттенок, и все, просто реснички накрасить, вот так вот нанести, и у вас хорошо будет, подчеркнется рельеф глаз за счет такого оттенка. Оттенок немного пылит за счет своей матовости, но он не совсем меловой, он хорошо отдает пигмент, и хорошо растушевывается, наносится, учитывая, что я сейчас использую ненатуральную кисть, которая довольно-таки грубоватая, но, в принципе, очень хорошо наносится. Дальше уже я возьму кисть от ZUIVA, которая натуральная, в свою очередь, и очень мягенькая. Это кисть 228-я, Luxe Chris называется она, и я уже буду использовать Too Faced палеточку. Я буду наносить вот этот вот оттенок Fine Con. Он такой прям потемнее, чуть-чуть темнее, чем тот оттенок, который мы наносили перед этим. Конечно, Too Faced более пигментированно, у него пигментация просто зашкаливает, шикарные тени, я в какой раз вам их советую, и, знаете, если из всех, что нам предлагают магазины, то есть из всех марок, даже сравнивая с Urban Decay, я всегда выберу Too Faced, потому что для меня эти тени стоят на порядок выше. И для работы, и для себя. Просто удобно, комфортно работать, и всегда очень красивые палеточки. Дальше я возьму кисть... Вы меня просто очень часто просите проговаривать, какие я кисти использую, и я дальше буду использовать ELF Blending Eye Brush, с такой вот беленьким таким кончиком. Я буду использовать темный оттенок, он называется Chocolate Wasted. Такой прям темно-коричневый матовый оттенок. Это прям большая кисточка бочоночек, такая мягенькая, упругенькая, и ей хорошо набивать оттенок. И я буду вот наносить таким образом. Вот сюда, протягивая на уголочек глаза, выводя, чтобы мне как бы немножко форму вытянуть. Хотелось немножко кошачьего глаза сегодня. Вот, как-то так это получается. И то же самое проделываем. И сейчас я буду наносить Lighted Shimmer. Прям такой шиммерный, персиковый, с золотинкой, бронзой, уходящий оттенок, на все подвижное веко. Как акцент. Музыка. Музыка. И той же кистью бочоночек я возьму вот это тело. И вот этот оттенок Jolly Gosh, это такой фиолетово-баклажанный шиммер, нанесу на вот это вот... То есть как бы растушую немножечко на серединке века и продлю, то есть этот оттенок, который мы коричневый углубляли, то есть чтобы он как бы смешался. Вот таким вот образом. Прям совсем немного. И затем я опять возьму вот этот оттенок Lighted Shimmer, который мы наносили, продублирую на серединке века припечатывающими движениями. Затем я возьму такую обычную маленькую кисть и возьму вот этот оттенок Sugar Snow и нанесу на нижнее подвижное веко. Аккуратно, потому что все-таки это шиммер, и он может осыпаться. Поэтому движениями припечатывающими, слегка растушевывающими. Музыка 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 Блески Если вы хорошо припудрите вот эту зону под глазами, у вас никогда не прилипнет блестка или тени, которые осыпались. То есть хорошо припудриваю эту зону, чтобы она не оставалась влажной, прям вот хорошенько, чтобы матовая. И тогда ничего никогда к вам туда не прилипнет. Нанесем какой-нибудь светлый оттеночек. Я, наверное, буду использовать вот этой Куки Бата под бровь, прям светлый, светлый-светлый оттенок. И на внутренний уголок глазика я нанесу оттенок Break the Eyes. Но это еще не все. Мы возьмем все-таки вот эту палетку Pretty Eyes от Douglas. И я возьму вот такой вот тендер оттенок, очень красивый, светлый, цвет такой розового шампанского. Продублирую еще вот сюда, нанесу. Вот так. Прокрашивать ресницы я буду при помощи туши от Tesson Volume Stylist 18 часов Girl and Hold. Тушь очень хорошая, она хорошо приподнимает ресницы, делает драму, хорошо держится в течение дня. Но она немного делает паучьих лапок, а вы к этому должны быть готовы. Потому что здесь кисть пушистая, и она вам не прочешет. То есть нужно будет воспользоваться либо специальным брашиком, который прочешет ресницы и разделит. Потому что эта тушь прям делает драму и пушистость. Слегка добавляя удлинение, прям совсем немного. У нас остались губы, я буду использовать Urban Decay в оттенке Rush Cream. В последнее время одна из моих самых любимых помад. Ну и вот такой у нас макияж получился. Я надеюсь, вам было интересно и полезно посмотреть на мои новинки, сделать вот такой вот интересный тоже, на мой взгляд, макияж. Хотя мне кажется, он очень легкий в исполнении. Если вы будете его повторять, обязательно присылайте мне фотографии в Instagram, либо отмечайте меня в своих сторис. Мне очень интересно всегда посмотреть на то, что вы покупаете по моей рекомендации, на то, что вы делаете какие-то макияжи вместе со мной. Ну, вообще, в принципе, если я как-то влияю на ваш выбор, мне это всегда очень интересно посмотреть. И всегда это меня еще больше вдохновляет и заставляет все больше делать что-то вот для вас, чтобы что-то рассказывать и так далее. В общем, обязательно меня отмечайте в Instagram. Ну, а на этом все. Я буду с вами прощаться. Надеюсь, вам было интересным и полезным это видео. Все, да, то ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать мои следующие видео. И до новых встреч!